Название ролика намекает на то, что в мире киберспорта жизнь бьет ключом и поводом похайпить уйма. Не то, что мы были нацелены только на это, но хотим рассказать о самых важных событиях прошедшей недели. Ну и немножко просмотров тоже хотим. В общем, с вами Энканис и это Hive Digest от WePlay. Главное к этому часу. В самом разгаре квалификация главного турнира сезона по Dota 2. The International 2019. В клоузах за оставшиеся слоты сражаются любимчики публики, среди которых, увы, нет Дэнди. Он не смог вместе Дэпанга пройти открытые квалификации, так что менеджер переживал не зря. В Китае в опенквалах была настоящая заруба. И Ньюби, и РНГ, и Айджи, и все, кто только на ум приходят. А в европейских отборочных засветились генерал, Мипошка, Наив и другие представители из СНГ. Я не понял, что такое нельзя. Что такое? Что такое? Что такое? Что такое? Мы же интеллигентные люди, мы так разберемся. Да подожди! Цитируя классика, Семки и Виталя, это были крутые опенквал. В закрытом этапе воссоединилась любимая пара СНГ комментаторов. А что касается спортивной части, самые непредвзятые прогнозы у вас на экранах. Довольны ими далеко не все. Тем временем на сцене Counter-Strike впервые засветился обновленный состав Na'Vi. Команда с Бумычем дебютировала в Кёльне и добралась до полуфинала, что в принципе уже достойно. Тем более, что они уступили Team Liquid триумфаторам турнира, а также победителям второго круга Intel Grand Slam. Начало новой... Да, возможно в кейсе эта фраза тоже станет актуальной. Австралиц подвинули в очередной раз пьедестала, всадники празднуют очередную победу, а андердоги Vitality вновь удивляют. Что касается Na'Vi, то у них впереди еще месяц, чтобы подготовиться к мейджору. В Берлине будет очень жарко. Ну и да, чуть не забыл. Куда же без Паши Бицепса? Слово о подготовке к восеннему мейджору. Мибор остались без колдзиры. Судя по всему, Марселло недоволен результатами своего коллектива, потому доиграет ближайшие чемпионаты, а в Германии на сцену в Аплуа игрока выйдет Зюз, тренер состава, поскольку ростер уже зарегистрирован и не может быть изменен. Я помню, что Зюз очень круто выступал в составе команды Liquid, так что у этой команды будет неплохая попытка, видимо, на этом мейджоре показать себя с наилучшей стороны. Пожелаем MLBR удачи. Еще один тренер не будет сидеть без дела. Liquid подписали своего же тренера по League of Legends сразу две дисциплины – AutoChess и Teamfight Tactics. Талантливый человек, талантлив во всем. С тир 1, 2, 3 сцены в ведущих играх от Valve все станет ясно после ключевых чемпионатов. А вот с рейтингованием самих дисциплин эксперты разобрались уже сейчас. Вы будете удивлены, на самом деле нет. Но в топе Дота, КС, Фортнайт и Лига Легенд. Чуть ниже – Overwatch, PUBG, Rainbow Six. На задворках – FIFA, Warcraft и Rocket League. По другим углом взглянуть на общую картину поможет всеми любимый Twitch. Согласно статистике, за 2019 год, за первые полугодия, Apex обогнал Counter-Strike, Fortnite уверенно лидирует в жанре королевской битвы. А третья строчка – ну, вы и сами все видите. На конец выпуска – нечто сенсационное. Лода пересел в кресло SEO Alliance и набрался смелости, чтобы выложить фото без сигнатурной кепки. Кстати, его подопечные полетят на Day International в Шанхай по прямому инвайту, с чем мы, в принципе, их всех и поздравляем. Призовой фонд уже превысил 26 миллионов долларов. Кстати, как думаете, какая цифра будет в итоге? Пишите в комментариях. О главном рассказали, об остальном написали. Больше новостей о киберспорте найдете на нашем сайте и в соцсетях. Это не байт. Из последнего наши авторы выяснили несколько закономерностей, сравнивая успехи в Dota Pro Circuit и на Day International. Увидимся уже совсем скоро. Серьезно, вы даже моргнуть не успеете, как выйдет следующий дайджест от WePlay. Хайпуйте, но не кринжуйте.